АПЛОДИСМЕНТЫ Да, всем привет. Рад вас всех видеть. Рад видеть и разработчиков, и коллег по исследовательскому цеху, и студентов. Мне кажется, у нас сегодня такая большая разноростная IT-публика, что все найдут что-то интересное в сегодняшнем докладе. Собственно, Андрей уже сказал, что я хочу рассказать про связь между исследованиями и разработкой, как эти две сущности в целом могут между собой выживаться. Ну, давайте вообще начнем потихонечку. Откуда растут корни у этой проблемы? Ну, глобально говоря, у нас может стать разработкой, ресерч, и это на самом деле такие немного ортогональные вещи. В том плане, что разработка — это, как правило, создание некоторого конкретного продукта или технологии. Мы заранее знаем какие-то методы или подходы, которые будут использоваться. У нас есть довольно сильные инженеры, которые знают не то, как это реализовать, но и как-то проверить на качество, протестировать, как-то довести до пользователей и еще много-много-много всего вокруг этого. Когда же мы говорим по ресерч, это на самом деле немножко другое. Оно всегда начинается, давайте попробуем что-то новенькое. У нас есть некоторое направление, и есть какой-то ряд гипотез, которые мы хотим в будущем как-то проверить. Возможно, не все из них выстрелит, но, возможно, мы найдем что-то интересное, и это потом поможет нам продвинуться куда-то в новые места. И говоря про ресерч, здесь как раз уже у людей появляется не вот эта инженерная экспертиза, а технологическая экспертиза. Как очень часто любят жудить, ресерчеры не умеют писать код. Пустите их в прот, они вам там все развалят. Но, собственно, потому что они никогда этому не учились. У них другие задачи, у них другие цели, они вот в другом месте растут. И если мы говорим про связь от этих двух миров, то, наверное, когда мы говорим про переход от ресерча к разработке, эта связь, она плюс-минус улавливается. Ресерчер придумал какую-то классную офигенную штуковину, пошел к ребятам из продукта, из разработки, сказал, давайте это будем внедрять. Внедрили, все получили, не знаю, какой-то бенефит. А вот обратный путь, когда мы говорим о разработке к ресерчу, он на самом деле уже не такой очевидный. И на самом деле именно это хочется сегодня подсветить, почему ребятам из разработки тоже очень важно приходить к нам и как-то делиться своими проблемами и как-то вместе коллабиться. Собственно, почему вообще такой переход не самый очевидный? Ну, на самом деле все возникает там, что разработчику изначально не очень понятно, а зачем ему идти к ресерчу. Наверное, все происходит от того, что у разработчика есть какой-то продукт, есть какая-то технология, которую он делает, и в какой-то момент он может понимать, что вот в этом месте, в его продукте, есть какие-то слабые места, которые надо улучшать. Но он может не знать, как это улучшить. У него могут быть какие-то глобальные вопросы, а как это сделать? Но вот если он уже осознал, что есть какое-то слабое место, которое надо улучшить, значит, он уже сделал первый шаг к тому, что нужно пойти к ресерчу и как-то вместе поклабиться и понять, как это все дело решать. Конечно, немаловажный вопрос, а кто может помочь своими проблемами? И тут уже такой небольшой твист, что ресерчу тоже очень важно приходить, махать руками и рассказывать, что есть мы, и если у вас есть какие-то серьезные проблемы, которые вы не знаете, нужно приходить и про это рассказывать. Ну и глобально, что такое переход от разработки к ресерчу? Это значит, что человеку, у которого есть конкретные задачи, конкретные цели по развитию продукта, ему нужно от этого всего отвлечься, пойти куда-то непонятно в сторону, что-то поразвивать, что-то поделать, может быть, впустую потратить время, и возникает вопрос, какая будет польза от этого продукта и компании в целом, и какая польза будет для него от этого всего, зачем ему вообще отвлекаться от рабочих задач и куда-то уходить, пытаться с кем-то общаться и что-то делать. Собственно, это мы сегодня хотим обсудить и разобрать. Ну, давайте постепенно. Почему вообще команда DeepFK сегодня перед вами выступает, кто мы такие? Ну, собственно, наша команда, вот я так написал, что это мы балансируем между разработкой и ресерчем, потому что наша команда, на самом деле, успевает и там, и там посидеть, и мы видим эту проблему с двух сторон. Собственно, чем мы занимаемся? Мы занимаемся различными технологиями на основе нейрона, глубокого обучения. Наш такой основной профиль — это NLP, Voice и CV, и немножечко еще антифрода. Наши технологии попадают внутрь продуктов по всему ВК. Они бывают как внешне. Например, вы могли встретить ISR, Vimoji или вот переводы. Но при этом мы очень много помогаем и внутренним командам, и это может быть не сильно ощутимо именно снаружи. Есть яркие примеры — это какая-нибудь автоматизация поддержки или вот различные амбайдеры в лентах, где люди могут переиспользовать те семантические вектора, которые мы используем. У вас времени на вопросы. Помимо этого, наша команда активно участвует в академической жизни, активно участвует в ресерче. Да, у нас есть какие-то собственные исследования, про которые сегодня будет отдельный большой блог, и моя коллега выступит, расскажет, как классно она делает ресерч. У нас есть open source. Мы стараемся делиться нашими наработками, нашими моделями. Мы есть на Hiding Face и GitHub, поэтому, может быть, вы найдете что-то интересное и для вас переиспользуйте. Ну и, конечно же, мы активно участвуем в жизни различных университетов. Здесь перечислено SPBG в шее МФТ, и это лишь малая часть. Да, мы занимаемся и преподаванием, мы занимаемся работой студентов, менторингом различных проектов, вплоть до самих ВК. Ну и второй важный юнит, который мы сегодня рассматриваем, который тоже у нас сегодня есть, — это ВК Лаба. Про нее очень подробно сегодня расскажет другой мой коллега в своем докладе. Ну, так, общими чертами, это наш большой коллаб в СМФТИ еще с 2019 года, и он посвящен тоже исследователям в области глубокого обучения. Ну, здесь вот к тем профилям, которые есть у нас, на LPC Voice, добавляются еще рекомендательные системы. Ну, какая социальная сеть без рекомендалок. И суть самого ВК Лабы — это на самом деле, что сотрудники могут приходить и реализовывать какие-то свои идеи, да, как-то проверять свои гипотезы, а студенты могут приходить, набираться опыта, погружаться в актуальные технологии и расти, и потом, может быть, становиться нашими коллегами. Ну, про это еще раз потом расскажет Антон. Окей, давайте двигаться по тем вопросам, которые мы изначально озвучили. А зачем разработчику приходить в ресерч? И на самом деле первый самый важный вопрос, который здесь может возникнуть, как бы он банально ни звучал, а зачем вообще нужен ресерч? Зачем мы как команда существуем и зачем этим всем заниматься? Ну, на самом деле, отвечая на этот вопрос, можно выделить несколько важных пунктов, которые начинают меняться и менять приоритеты по мере роста нашего ресерча, по мере того, как он становится более крепким. И начиная мы с самого банального, да, это быть на грани технологического прогресса. Да, недостаточно просто сделать продукт. Наверное, никого не удивлюсь, что если вы просто что-то сделали, вы там выложили какое-то приложение, и никак его дальше не развиваете, то оно потихоньку забывается. Вам постоянно нужно приносить какие-то новые штуковины, а еще лучше приносить какие-то ноу-хау, какие-то технологические разработки, да, где-то сделали классную там нейронку или что-то подобное. И если вы не будете следовать этим трендам, то вы будете отставать. Именно здесь у нас уже появляется какая-то необходимость в ресерче, потому что нам необходимы люди, которые понимают все эти тренды, которые умеют за ними следить и, главное, умеют их использовать. Вот, и это все позволяет нам поддерживать некоторую конкурентную способность. Следующий важный шаг после того, как мы начали все это делать, мы на самом деле привлекаем все больше и больше людей внутри команды, компании заниматься этим самым ресерчем, да, мы начинаем расти с точки зрения экспертизы. У нас выращиваются собственные классные ребята, которые умеют делать эти технологии, которые, ну, у нас же теперь не только 2-3 человека в уголке сидит и занимаются этим самым ресерчем. У нас теперь большие команды, и всем важно, всем хочется это поделать, и эти знания, они начинают распространяться по компании, да, и мы в целом растем технологически, и компания от этого имеет большой профи, да, ну, чем больше у нас крутых, сильных специалистов, даже если они уже явно ресерчем не занимаются, тем в целом команда, компания выигрывает. Я думаю, тут у меня чего поспорить. Ну, и на самом деле самый полезный и такой самый явный, но он появляется в самом-самом конце, это исследование новых возможностей. Обычно все новые открытия, они происходят внутри академии, это все происходит из ресерча. Да, наверное, если я вам сейчас озвучу какие-то самые популярные нейронки, да, какой-нибудь там чат, жпт или что-нибудь типа такого, это все происходит, да, из академии. Это все ребята, которые очень долго занимались ресерчем, вот придумали, как это сделать и сделали, вот. Но это происходит не сразу, это происходит со временем, не так, что мы сделали ресерч, и через год он уже нам клепает классные вещи. Но тем не менее, если мы это развиваем, ресерч растет, у нас растут кусты экспертов, все все знают, и постепенно мы вот куда-то приходим и начинаем уже делать какие-то уникальные технологии на рынке, и бизнес этого в целом выигрывает. Да, это вот образом, зачем нам нужен ресерч. Окей. Ну, какой он бывает? Следующий важный вопрос, да, типа направление ресерч. Кто-то может сказать, что ресерч — это просто брать и писать какие-то статейки. Да, штампуем, штампуем, там, у нас год выходит по 10 статей, мы такие молодцы, мы такие ресерчеры. Отчасти, наверное, так и есть. Действительно, ну, что такое статья на конференции? Это значит, что вы что-то сделали интересное с точки зрения каких-то открытий, ребята там на международных конференциях это оценили, признали вашу экспертность, и вы пошли с этим делиться. Но далеко не все у нас статьи принимаются на конференции, иногда бывают отказы, и про это сегодня тоже будет в наших докладах, это вполне нормально. Некоторые, так сказать, назовем их открытия, да, они могут уходить внутрь компании, они могут как-то не делиться наружу, оставаться таким ноу-хау. Да, то есть в любом случае одно из важных направлений ресерча, да, это проверка различных гипотез и идей, то, за счет чего мы получаем уникальные технологии. Вот. Но это далеко не все, и следующий важный шаг, для чего нужен ресерч и каким он бывает, это open source, да. Ну, что такое open source самое банальное, да, это когда мы делимся нашими наработками с обществом, это может быть какие-то инструменты, да. Если я говорю про свои любимые нейронные сети и глубокое обучение, это могут быть модели, датасеты, бенчмарки. Все это выткалывается в открытый доступ, к этим могут приходить другие ребята, тоже этим активно заниматься, и на самом деле что делать? Вы привлекаете все сообщество к решению задач, которые могут быть вам интересны. Да, тоже немаловажная часть. Ну и в конце концов, выкладывая свои наработки, кто-то может на их основе делать что-то дольше и что-то более крутое, и в конечном итоге вы получаете еще больше результатов, чем если бы вы сидели у себя внутри и занимались бы этим сами. И последний важный пункт, который я бы хотел выделить как важное направление ресерча, это академия. Ну, под этим всем я поджимаю некоторое взаимодействие с университетами, да. Я уже сказал, что наша команда активно участвует в жизни разных университетов, да, и вот, собственно, различное преподавание, научное руководство, да, просто мендринг проектов, это тоже важное направление ресерча. В конце концов, это относится к выращиванию новых специалистов, которые через год-два будут вашими коллегами, да, и туда тоже нужно коммититься, это тоже такое важное направление исследовательской жизни. Окей. Постоянная идея и постоянная гипотеза — это важный двигатель ресерча, да, без этого никуда. Но вот откуда эти идеи будут браться, да? Понятно, что здесь у нас есть команда исследователей, они активно сидят в своей области, они знают проблемные места этой области, они могут предлагать новые решения, да, и таким образом мы что-то придумываем, какие у нас могут быть улучшения в том или ином направлении, коллабимся там с университетами, с другими лабораториями и создаем что-то новое. Однако, когда вот начинается такая жизнь, очень велика вероятность, что исследовательская группа уйдет в какие-то вот довольно локальные вещи, в том плане, что мы начнем делать крутые, реальные какие-то крутые технологии, однако они потеряют какую-то связь с продуктом, с компанией, да, их будет тяжелее и тяжелее внедрять, да. Это тоже полезная часть ресерча, без нее никуда. Но в контексте того, как мы можем быть полезны для компании, ну, мы, может быть, уже немножко начинаем терять. Поэтому другой важный факт, откуда будут браться у нас гипотезы, это, собственно, разработчики. Почему? Ну, я уже сказал, что разработчики, они знают свои продукты полностью, да, они их делают, они знают, какие у них могут быть слабые места, они знают, где что-то можно улучшить, да. И вот когда они приходят с такими вещами, да, они говорят, типа, ну, вот у нас там есть такая там проблема, да, давайте вместе подумаем и решим ее. И мы также разрешаемся к исследователям, у нас также есть важные проблемы, но, однако, их решение будет уже не иметь непосредственный вклад на нашу компанию, да. Это тоже довольно важный момент. Ну, и на самом деле, вот, самый главный слайд, наверное, на презентации, да, зачем вообще все это говорю. Есть разработчики, у них есть проблемы. Есть ресерчеры, которые эти проблемы умеют решать. Ну, давайте вместе сходим, подружимся и построим какую-то, не знаю, светлую компанию будущего. Вот. На самом деле, здесь просто легче пояснять на некоторых примерах. Я просто сделал пару референсов, как это происходит в нас, команде. Вот. Один из них, это, наверное, самый свежий, даже еще не попавший в релизы, только на этапах тестирования. В нашу команду обратились ребята, которые занимаются капчами. Ну, что такое капча, да? Это когда вам нужно ввести текст какой-то картинки, чтобы вы подтвердили, что вы не робот. Но на самом деле не всем удобно читать текст и вводить. Нужны какие-то альтернативные возможности. И одна из них, это, собственно, проигрывать аудиодорожку с какими-то словами, там те же три слова. И человек должен записать, какие слова он услышал. Мы также берем слова, добавляем немного шума туда. Как-то это все дело синтезируем и показываем. И здесь, на самом деле, основная проблема в том, что, когда мы говорим про какие-то, ну, нам же нужно продукт поставлять на платформы, например, на Android, на iOS и еще куда-нибудь. И там тоже есть свои требования безопасности. И мы не можем сделать просто, не знаю, две тысячи капча. Записать их и дослать. Нет, их должно быть много. И возникает другая проблема. Мы не можем взять людей, которые нам запишут 50-60 тысяч вот этих вот капча, этих слов, и мы их будем хранить как зенит сока. Нет, нам нужен какой-то более-менее автоматизированный способ. И вот тут вот возникла проблема как раз у команды разработки, с которой они приходят к нам. И вот наш следующий спикер, который, как раз, имеет непосредственное отношение к этому проекту, да, собственно, и предложил решение, основанное на синтезе речи. Да, то есть у нас есть несколько слов, ну, там, какое-то ограниченное число слов, записанное асессором, и на основе его голоса мы синтезируем новые слова и новые капчи. На самом деле мы теперь не ограничены вообще по размерам генерируем. Сколько надо будет, столько и сделаем. Да, и вот, собственно, это та вот синергия, которую мы получили. У разработчиков была проблема, слабое место, которое надо как-то решить, но они не знают. Мы обладаем нужными технологиями, ну, просто, ну, банально не знаем, куда ее применить. Дошли друг к другу, пообщались, получили какой-то бенефит. Это не единственный пример, и другой пример, который тоже сегодня хочется подсветить, это приоритизация тестов. Проект, наверное, был еще где-то полгода назад. Тоже пришла команда разработки, команда тестеров, тоже подсветили проблему, что большая база тестов. Чтобы прогнать все тесты, надо потратить довольно много времени. Но при этом выкатка должна идти непрерываемо. И, ну, банально мы оставляем мало места на то, чтобы среагировать на что-то упавшее и исправить. Поэтому что мы хотим? Мы хотим ускорить время получения информации о первом упавшем тесте. Потому что чем раньше мы узнали, что что-то упало, тем быстрее мы будем это починим. Все логично. Я думаю, тут кто-то из разработки точно не будет с этим спорить. Ну и наше решение, оно основано на ранжировании тестов на основе изменения файлов. Там, на самом деле, ничего сложного с точки зрения машинного обучения, простые модельки. Но, тем не менее, мы смотрим, как файлы меняются в каждом коммитее, и как это может повлиять на тесты, что может сломаться. И таким образом мы там в разы все дело ускорили. И опять же, мы получили такой классный пример синергии. В том плане, что у нас есть команда разработки, которые подсветили проблему и получили какое-то решение от проблемы. И с их стороны мы получили какую-то неинженерную экспертизу с тем, чтобы все это дело внедрить. А с нашей стороны, как команды исследователей, мы, во-первых, увидели интересную проблему, предложили ей возможные решения, и на самом деле мы увидели большую область. И даже предложив решение, внедрив его, мы на этом не останавливаемся. Мы будем дальше это развивать, предлагая еще более крутые модели уже туда, в ту же сторону. Ну и тоже полезная вещь, что на самом деле с этим занимался очень классный студент, который потом у нас стажировался, Максим. Ну вот он уже закончил и поехал дальше учиться в магистратуру. Для него это была успешная защита ВКР. То есть мы еще и студенту помогли, мы поаклабили с университетом. Студент получил классный опыт внедрения в продакшн тех наработок, которые он изучал в университете. И остался в плюсе. Окей. На самом деле на этом я заканчиваю. Такая небольшая вводная лекция философская. Какая мораль вообще хочется, чего я хотел добиться? Ну на самом деле простого. Не надо стесняться. Есть и разработка, есть и ресерч, и те, и те нужны, и те, и те полезны, но они занимаются разными вещами. Но это не значит, что мы не можем вместе существовать. Давайте вместе общаться, приходить друг к другу, и вот когда-нибудь мы можем построить что-нибудь подобное. На этом у меня все. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok